Это заключительный урок, анализ статистики продаж и рекомендации от меня. Поздравляю, друзья! Мы настроили полностью автономную систему автоматического заработка ВКонтакте. Наши роботы ведут себя подобно живым работникам нашего бизнеса, раскручивают свои аккаунты, набирают друзей и размещают рекламу. Конечно, полностью отдавать бизнес на управление роботом не стоит. Нам нужно анализировать статистику продаж и смотреть, какой продукт продается лучше, а какой хуже. В каждой партнерской программе есть такая статистика в личном кабинете. Я расскажу на примере Глопарта. Переходим на страницу Глопарта и на главной странице нажимаем на вкладку «Партнеры». В левом меню выбираем «Партнерские товары» и нажимаем на тот товар, по которому нам интересна статистика. Выбрали товары, нажимаем на кнопочку «Статистика». Здесь выбираем период, за который нужно вывести статистику и смотрим на основные показатели. Это сколько перешло человек по нашей партнерской ссылке, сколько из них перешло на оплату сайта продавца, сколько создало заказов и сколько человек оплатили заказы. И основной параметр – это конверсия. В моем примере конверсия за месяц составила 0,51%. Это количество купивших от всех перешедших по партнерской ссылке. Получается, примерно каждый 200-й перешедший по ссылке становился покупателем. Это нормальный показатель, держитесь его. Если конверсии меньше, то меняйте продаваемый товар. И теперь простая математика и в то же время очень важная часть любого бизнеса. Чтобы заработать на этой системе чуть более 200 тысяч рублей за месяц, мне понадобилось создать 100 робо-аккаунтов. На это у меня ушло ровно 7 дней. В день я создавал по 15 аккаунтов. На это у меня уходило не более 3 часов вместе с наполнением и подключением к программе. За 10 дней каждый из робо-аккаунтов набрал себе в среднем по 100 друзей. Итого 10 тысяч друзей. Это 10 тысяч потенциальных клиентов. В течение суток каждый робо-аккаунт размещал рекламный пост у себя на стене 6 раз. Итого 600 рекламных постов в сутки выдавала система. Учитывая то, что все 10 тысяч друзей активные пользователи ВКонтакте, то можно предположить, что хотя бы один раз в сутки каждый из друзей, прокручивая новостную ленту, видел этот рекламный пост. А 15-25% из них нажимали на нашу рекламную партнерскую ссылку. В итоге с 2000 зашедших каждый 200-й покупал. Получается 10 продаж за сутки в среднем. С каждой продажи роботы заработали мне по 648 рублей. В результате средний заработок в день 6480 рублей. Все затраты у меня составили 1500 рублей. Это 1200 рублей на регистрацию 100 аккаунтов, 200 рублей на аренду сервера и 100 рублей на сервис антикапча. И 7 дней на подготовку в систему со 100 роботоаккаунтами. Статистика это всегда средний показатель, потому как на продажу могут влиять разные факторы. Например, середина месяца, когда у большинства людей еще не было зарплаты. Или праздничные дни, когда внимание аудитории направлено на другие потребности. Поэтому статистику лучше отслеживать в периоде за 2-4 недели. Так будет наиболее достоверно. И теперь несколько рекомендаций касаемо нюансов работы самой системы. Первое. Не пытайтесь сделать более 20 приглашений в друзья в сутки с одного аккаунта. Словите бан. Второе. Не размещайте рекламный пост чаще, чем раз в 4 часа с одного аккаунта. Словите бан. Третье. Для каждого блока аккаунтов, один блок это 10 аккаунтов, старайтесь ставить разное время выполнения для всех заданий, чтобы нагрузка на программу распределялась равномерно. Например, если первый блок аккаунтов размещает рекламный пост в 15.00, то второй пускай размещает в 15.30. Так же и со всеми другими заданиями. Время выполнения заданий у блоков не должно пересекаться. Четвертое. Одновременно можете работать с разными товарами или даже с разными партнерскими программами, размещая различные рекламные посты. Ну так сможете увидеть, что лучше продается. Но для начала начните с чего-то одного. Пятое. Чтобы выводить деньги с глобпарта, укажите в настройках свой электронный кошелек. Рекомендую WebMoney. И включите функцию автовывода. Деньги будут автоматически приводиться на ваш кошелек каждую пятницу. Шестое. Для обналичивания денег можно использовать карту любого банка либо делать денежный перевод на свое имя. Информации по этому поводу в интернете предостаточно. Седьмое. Для управления системой с мобильных устройств достаточно скачать приложение на него. Для iOS я использую RD Client или RDP Lite. Для Android тоже полно аналогичных приложений удаленного доступа. Для работы с ними вам понадобятся те же данные для входа на сервер, как и с вашего компьютера. Я постарался сделать этот видеокурс очень подробным и понятным. Но если у вас все-таки остались какие-либо вопросы, вы можете написать мне по указанным контактам. И я вам обязательно помогу. Ну и напоследок, хотел бы сказать еще раз вам спасибо. И подготовил для вас небольшой бонус. Нас с вами уже связывают клиентские отношения, но я не хочу останавливаться на этом. И предлагаю вам стать моим партнером. Раз вы смогли настроить себе систему автоматического заработка ВКонтакте, то и другим это тоже будет интересно. Продвигать видеокурс 200 тысяч рублей на роботов ВКонтакте в соцсетях особенно актуально. От себя я ставлю вам 90% отчислений с каждой продажи. Это 720 рублей с каждого покупателя. Также я уже подготовил все необходимые промо-материалы, продающие тексты и картинки. Для этого просто подключитесь к моей партнерской программе по ссылке, которая у вас есть в приложенном файле. И напишите мне сообщение ВКонтакте. Хочу 90%. Друзья, желаю вам огромных заработков и жду вас в своей партнерской программе. Пишите отзывы и предложения. Буду очень рад. Пока.